Сегодня в мэрии чествовали лучших по итогам прошлого года тренеров и спортсменов Владимира, борцов, пловцов и гимнастов. Чем представителям большого спорта запомнился 2014 и что сейчас беспокоит нашу спортивную элиту, узнали наши корреспонденты. Гимнастика, плавание, борьба, волейбол и даже спортивное ориентирование. Некоторые владимирские мастера этих видов известны на мировом уровне. Ежегодно мэрия чествует десятку лучших спортсменов и пятерку самых успешных тренеров. Их достижение не только показатель высокого спортивного уровня, но и отличный пример для молодых. Очень важно, что за вами тянутся молодые спортсмены, тянутся просто дети и подрастающие парни и девчонки, которые ориентируются на спорт высших достижений. У нас сейчас около 30% людей в городе Владимире, которые активно занимаются спортом. Это означает, что город здоров в своем развитии, горожане меньше обращаются ко врачу. И в этом я прошу понять и вклад каждого из вас. Гимнаст Николай Куксенков прошедший год называет удачным. Титул чемпиона Европы, который спортсмен завоевал в составе сборной, большое достижение. О неудаче на чемпионате мира, где он чуть-чуть не дотянул до бронзы, Куксенков считает досадной случайностью. В этом году есть возможность наверстать упущенное. Впереди чемпионат России. Он стартует уже 2 марта. Потом Европа и мир. Как раз там, в Шотландии, будет решаться, кто представит нашу страну на Олимпиаде. Поэтому все силы направлены на подготовку к этому выступлению. Это самый серьезный год, к которому идет спортсмен. То есть завоевание олимпийской лицензии и побороться за медали чемпионата мира. Он будет намного сложнее, будет выше конкуренция, потому что все спортсмены будут стремиться попасть на Олимпийские игры. Будет очень сложно, будет непросто, но мы работаем и надеемся, что именно в этом году будут лучшие результаты. И все те комбинации, сложные элементы, которые мы сейчас проделываем на тренировках, они все-таки воплотятся в те наработки, которые до этого, может быть, не получались или были не готовы. Для спортивной четы Андреевых прошедший год стал знаковым. Отец и дочь вернулись в большой спорт после почти двухлетнего перерыва. Однако форму не растеряли. На Кубке России Екатерина уверенно взяла серебро и заработала сразу две медали за второе и третье место на чемпионате страны. Достаточно сложно было все проходить, потому что все-таки волнение, это уже два года прошло практически после нашей дисквалификации. И просто эмоционально, психологически очень было сложно, особенно для спортсменок. Поэтому достаточно сложно, но, как говорится, вкатились, вошли в состав сборной. Так что думается, что будем дерзать в 2015 году. Расслабляться спортсменке некогда. Уже 10 февраля стартует чемпионат Центрального округа, а затем и всероссийские соревнования, где можно будет заработать путевку на чемпионат мира в Казань. Настроение у Екатерины боевое, вот только материальной поддержки не хватает. Хотелось бы, соответственно, большего внимания от нашей власти. Но это тоже все почетно, наверное, и 10. Наверное, раз, наверное, в седьмой я становлюсь лучшей спортсменкой. В десятку схожу в спортсменку области. Приезжаешь, когда с наградами, с достойными, я можно сказать, с наградами, но внимания на них не обращаю. Никакого. Почести почестями, но без реальной помощи со стороны властей спорт так и будут двигать энтузиасты.